Друзья, это видео о животном примате Каата-Жифруа. Каата-Жифруа – это примат семейства паукообразных обезьян. Видовое название дано в честь французского натуралиста Этьена-Жифруа. Каата-Жифруа – относительно крупные приматы. Длина тела от 30 до 63 см, вес от 6 до 9 кг. Длина хвоста от 63 до 85 см, самцы немного крупнее самок. Свет шерсти отличается у разных подвидов. Всего их 5. И может быть красноватым, рыжим, коричневым, черным или светло-коричневым. Кисти передней конечности и ступни задних конечностей черные. Лицо имеет светлые пятна вокруг глаз и носа. Конечности длинные и тонкие. Руки примерно на 25% длиннее ног. Большой палец редуцирован, остальные пальцы длинные и сильные, что является приспособлением к брахиации. Это позволяет передвигаться под ветвям деревьев. Приматы передвигаются таким образом, используя только руки. Брахиация – это основной способ передвижения гиббонов и семангов в Юго-Восточной Азии. Также и каат. Хвост хватательного типа используется в качестве дополнительной конечности, может выдерживать полный вес животного. Встречаются каты и жифра повсеместно в Центральной Америке. Ареал включают Панаму, Коста-Рику, Некрагуа, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, южные районы Мексики. Южный подвид, возможно, встречается в Колумбии, у границы с Панамой. Населяют различные типы лесов, включая дождевые, тропические и листопадные. А также мангровые заросли. Ката-жифра – это дневные древесные животные. На землю они спускаются чаще, чем другие паукообразные обезьяны. Образуют крупные сообщества от 20 до 42 особей. Каждое сообщество состоит из нескольких групп, проводящих время вместе за поиском пищи. В группах от 2 до 6 особей. В некоторых районах ката-жифра взаимодействуют с обыкновенными капуцинами. Я сделаю ссылочку на видео о капуцине. Такое взаимодействие может включать взаимный груминг. Питаются ката-жифра преимущественно фруктами. Кроме того, молодыми листьями и ростками, а также цветами, корой деревьев, насекомыми, нектарами и семенами. Самки приносят потомство каждые 2-4 года. Беременность длится где-то 7,5 месяцев. В помете обычно 1, редко 2 детеныша. До 5 месяцев все детеныши черные. Первый месяц после рождения цепляются за брюхо матери, затем переползают на спину. Самки достигают половой зрелости в возрасте 4 лет, а самцы в возрасте 5 лет. В неволе продолжительность жизни составляет этих животных до 33 лет. Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус вымирающий ввиду быстрого разрушения среды обитания. Три подвида, три вида кат и жифра в критическом положении. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!